Итоги социально-экономического развития за 2018 год обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Большинство показателей выросли по сравнению с позапрошлым годом. Индекс производства во всех сферах сохранил положительную динамику. Промышленность республики показала уверенный рост. В большинстве направлений регистрируется переуполнение намеченных показателей. Объем отгроженной продукции превысил 220 миллиардов рублей. Отдельно необходимо выделить предприятия, активно включившиеся в программы импортозамещения. Бреслер, Экро, ЧАС, Релематика и другим. Заметно оживилась деятельность концерна «Тракторные заводы». За прошлый год туда вновь приняты 1700 человек. Всего же подрепность в специалистах более 2000. Достаточно активно работают и другие направления. Рост промышленного производства обеспечен также за счет развития электротехнической отрасли. Увеличилось производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем. Рост в 1,7 раза здесь мы наблюдаем. А также рост бытовых приборов и прочего электрического оборудования, кабелей, кабельные арматуры. Что касается химического комплекса. В этой отрасли в 2018 году отгружена продукция на сумму почти 36 миллиардов рублей. Нижнеторговая экономическая деятельность, несмотря на все санкции и контрмеры, также характеризуется увеличением объемов. 550 миллионов долларов США. Что особенно радует, экспорт растет более высокими темпами, чем импорт. От участников внешнеэкономической деятельности в бюджет республики поступило 52 миллиарда рублей. Неплохо обстоят дела на потребительском рынке. Торговый оборот составил 105% к уровню 2017 года. Среднемесячная заработная плата, по предварительным данным, превысила 26 тысяч рублей. Рост 110%. Однако увеличивается и такой неприятный показатель, как задолженность работодателя, отметил глава республики. На сегодня жители Чувашини получили положенный заработок в общей сумме 103 миллиона рублей. И хотя у республиканской казны долгов нет, бюджетные учреждения расплачиваются со своими сотрудниками вовремя. Оставлять это дело просто так нельзя. Пригласите всех тех работодателей, бенефициаров, конкурсных управляющих. Но люди ждут ответов. Что касается сельского хозяйства, здесь объем производства выше, чем в промышленности, почти 102%. За прошлый год в ИПК реализовано 63 инвестиционных проекта с созданием около 500 рабочих мест. Сезонная проблема у отрасли – повышение цен. Пока отмечают в ведомстве ситуация стабильная. Сейчас цены, а также антименопольная служба отмечает, что цены пошли вниз. Поэтому мы угроз в этом направлении не видим. Но все же покупатели жалуются на повышение стоимости мяса, яиц и хлеба. Глава республики поручил разобраться детально и представить подробный отчет. Необоснованного увеличения цен произойти не должно. Если они на сегодняшний день наценки дают нам розницы более чем на 10%, это уже предмет для рабочего разговора и взыскательного подхода к этим вопросам. И надо будет здесь знать, через месяц какая ситуация будет, через два месяца какая ситуация будет. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.